Сначала немой и черно-белый, потом со звуком, затем с цветом и, наконец, в трехмерном изображении. За 125 лет, со дня появления, кинематограф проходил разные этапы. И каждый раз кинематографисты должны были решать, что это такое – искусство или технологии, как найти баланс и какие возможности появляются, а какие уходят. И если говорить о том, что такое кинематограф сегодня, сейчас, в сравнении с тем, чем он был раньше, это кинематограф цифровой, это кинематограф куда более глобальный, чем когда-либо. И кинематограф, который куда более, наверное, демократический в смысле того, кто может делать кино, чем когда бы то ни было, может быть, за исключением самого-самого начала. В кинотеатре художественной прошла лекция историка кино Натальи Рябчиковой о первой российской киношколе. Это уже четвертая лекция, посвященная истории кино, которую организовал музей Ильдара Рязанова. Мы рассказывали о появлении анимации, о появлении авангардного кинематографа в нашей стране, об интересных режиссерах, например, о Диге Вертовой. И в следующем году мы, конечно же, продолжим наш лекторий. Мы будем рассказывать о интересных феноменологических историях. Одна из первых будет, например, посвящена кинематографу немецкому, экспрессионистскому. Мы обязательно вернемся еще и с презентациями книжных киноновинок. На лекции прозвучало, как в Советском Союзе, а затем и в России создавалась такая отрасль, как кинообразование. Как возникла идея учиться кинематографу. Кто учил этой профессии? Как из киношколы вырос в ГИК, одним из выпускников которого был выходец из Самары знаменитый режиссер Ильдар Рязанов. И как общение юного студента Сергеем Изинштейном научило Рязанова справляться с трудностями благодаря чувству юмора и обращать внимание на каждую деталь киносъемочного процесса, использовать все возможные способы воздействия на зрителя. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События.